Приветствую вас. Надеюсь, что мой ответ не покажется вам странным, и вопрос, который я сейчас задам, не покажется странным тоже. Мой вопрос будет звучать примерно так. Вы пишите, что хотели бы изменить ситуацию, и мне очень-очень интересно знать, как именно вы бы хотели ее изменить, ситуацию. То есть, как конкретно вы видите свои, ну, например, изменения или перемены в том, что происходит. То есть, может быть, вы хотели бы, чтобы, например, мужчины, которые вас привлекают, были с вами. Или, может быть, вы хотите перестать чувствовать себя вот такой слабой, да, перестать нуждаться в защищенности, например. То есть, нужно, чтобы вы для начала определили, как именно вам хочется, чтобы ситуация изменилась. Как именно вы хотите, чтобы ситуация поменялась. Потому что проблема ваша, она, ну, знаете как, она не только серьезная, да, она, скорее, многогранная. И решать ее можно по-разному. С разных углов зрения можно решать ее. Грубо говоря, можно подходить, там, например, с позиции, допустим, вот, например, как я уже сказал, вашей, можно подходить с позиции мужчины, можно подходить с позиции детско-родительских отношений, как вам предложил коллега. Можно подходить, значит, со стороны модели женского поведения, да, то есть, какая именно вы женщина, какой вы видите себя женщиной. И почему, и соответствует ли вот то, как вы себя ведете реальному представлению, да, о женщине. Вот все эти вещи, в принципе, можно разобрать. Но, понимаете, вопрос заключается в том, чего хотите именно вы. То есть, в какую сторону вы хотите двигаться. А это вы не написали. И лично мне представляется так, что сделали вы это, ну, я бы сказал, не случайно. Потому что вполне вероятно, что как раз-таки есть бессознательный страх перед отношением. То есть, вы имеете запрет на отношения с мужчиной, и все ваши действия, они направлены на то, чтобы убрать возможность для этих отношений. Это запрет на отношения между вами и, собственно говоря, мужчинами, да. Вот, давайте попробуем, значит, теперь разобраться с тем, что вы написали. Да, кстати, в том, что касается запрета, то здесь ситуация такая, что, ну, как вы, надеюсь, понимаете, запреты нужно снимать. То есть, чтобы, чтобы, ну, чтобы их, этих запретов не было. Ну, вот, и, чтобы запрет снять, нужно, по большому счету, вернуться в ту историю, в ту ситуацию, когда они были, ну, наложены, да. Вот, и в результате повторного проживания снова и снова, я полагаю, что вы сможете увидеть для себя возможности для снятия этого запрета. Это более пол... в результате более полного видения картины мира, картины происходящего. Итак, притягиваю мужчин, которые не думают о серьезности и создании семьи. Это вы не думаете о серьезности, вы не думаете о создании семьи. То есть, вы этого либо избегаете, либо не хотите, либо для вас это чересчур важно. То есть, вы настолько сильно этого хотите, что готовы вступить в отношения с любым мужчиной, который может вам это дать. И в итоге, прилагая чрезмерное количество усилий и проявляя чрезмерное количество инициативы в отношениях, вы просто-напросто обесцениваете себя. Вот. Причем сама, причем саму интуитивно привлекают именно такие альфа-самцы к другим малоинтересов. Ну, нужно здесь, конечно, разбираться, чем именно привлекают вас такие альфа-самцы, да. То есть, ведь, знаете, у привлечения, да, то, что вас привлекают подобные мужчины, у этого же есть причины, да. То есть, ага, есть какие-то желания у вас, именно, которые сделают возможным подобное развитие событий. Вот. И я полагаю, что именно эти желания, их нужно обязательно определить вам. Ну, вот, потому что, ну, нельзя просто-просто взять, да, и запретить себе встречаться с такими вот мужчинами. Это было бы, мягко говоря, ну, негуманно по отношению к вам. Раз альфа-самцы вас привлекают, значит, значит, вы для них, ну, вы представляете, значит, для них интерес, а они представляют для вас интерес. Но нас, в первую очередь, интересует, какой интерес представляют они для вас. То есть, подумайте, что это за желание, как вы, например, рассматриваете других мужчин, да. Ну, вот. Вы пишите, нужно за что-то воздвигнуть мужчину на пьедестал. А зачем? Зачем кого-то идеализировать? Что вы получаете от того, что кого-то идеализируете? А я вам скажу. Идеализируя кого-то, вы, значит, складываете в идеализацию свои желания. То есть, вы испытываете потребность в том, чтобы мужчину идеализировать, испытываете потребность в том, чтобы строить отношения не с человеком, а со своими фантазиями, которые обусловлены тем, что вам хочется именно. Вот. Ну, так, по крайней мере, мне видится эта история, которую вы описываете. То есть, столько ощущения, что вы не с реальным человеком выстраиваете отношения, да, а лишь исключительно с образом. То есть, это вам нужно за что-то мужчину воздвигнуть на пьедестал. И что самое главное, это вам нужно не быть с ним на равных. И, окей, вы можете не быть с мужчиной на равных, если не хотите, да? Вы можете быть слабой, вы можете быть подчинённой, вот. Это, на самом деле, никаких проблем, да? То есть, это, ну, вполне нормально. Если хочется, то без проблем. Но! У вас ведь отношения не складываются по какой-то причине. То есть, вы по каким-то причинам не можете построить эти отношения. А это означает, что скорее всего, скорее всего, мужчины вас, ну, разочаровывают. Как я думаю. Ну. А если они вас разочаровывают, ну, значит, скорее всего, вы именно этого и ждёте. Чтобы человек вас не разочаровал, и чтобы вы получили право с ним в отношениях не находиться. То есть, смотрите, свои желания вы реализуете через фантазии, через, эм, идеализацию, а негативные сценарии на запрет отношений вы реализуете через разочарованию. Потому что, ну, вообще-то говоря, эм, если есть идея, чем выше идеализация, тем сильнее потом разочарование. А, эм, происходит. А, эм, происходит. А, вот. А, вот. И, эм, обесценивание, обесценивание, это естественно. То есть, на, э, любой человек в норме, э, знает, что за э, идеализацию всё идёт обесценивание. Но, и, соответственно, если вы идеализируете, то вам это для чего-то нужно, и если вы обесцениваете, то вам, опять же, это для чего-то, для чего-то нужно. Дальше, чтобы был сильным и смелым, чтобы я могла его за что-то уважать. А разве уважать можно именно за что-то? Разве человек не достойен уважения просто так? Вот. Разве человек не достойен того, чтобы его уважали просто за то, что он есть? Уважение это что-то такое условное, получается, по факту. Если так, то, возможно, вы и к себе относитесь по такому же принципу. А это, в свою очередь, означает, что если вы и к себе относитесь так же, значит, у вас есть некоторые проблемы с принятием себя. Если у вас есть какие-то проблемы с принятием себя, то вы не можете построить отношения с другими людьми, с мужчинами, потому что не принимая себя, вы не можете принять других. Вот. Вы говорите, я хочу, значит, чувствовать себя слабой. Вот. Опять же, а вы не можете чувствовать себя слабой постоянно? То есть, слабость как часть принятия своей женской сущности, например. Или слабость как часть, как часть переноса ответственности за что-то, например. Вот. Такой момент. То есть, слабость, это как бы, если вы отдаете часть ответственности мужчине, да, но не альфа-самцу, а вообще любому мужчине, чтобы у него была возможность проявить себя, то вполне вероятно, что вы действуете по некому такому стереотипу, импринтингу, как это иногда называется. То есть, вы просто-напросто, ну вот, один тип мужчин сделали для себя, ну, адекватным. И всё. А другим мужчинам вы даже не даете шанса. Почему? А вдруг получится. А вдруг получится, да? Ну вот. Значит, ищи мужчины сильнее себя. Опять же, зачем? Вполне возможно, что у вас взаимоотношения с отцом так вот себя проявляют. Я не знаю, но вполне возможно. Вы хотите чувствовать себя вот так, да, чувствовать себя слабой, именно с тремя из коцов. И здесь опять же всплывает необходимость в проработке детско-родительских отношений, то есть разборы их, то есть проживание их, то есть усвоение и формирование более полной картины того, что происходило с вами, именно вот во взаимодействие с родителями. Ну, коли уж вот такая ситуация возникает. И опять-таки, вы не пишете ничего о том, из-за чего вы, например, с этими мужчинами расстаётесь. То есть, ну, не получается отношения построить? Понятно, не получается. Но причина-то в этом какая? Что не получается отношения построить? Из-за чего расходится? Понимаете? Вот. И ещё раз повторяю, непонятно, чего хотите вы. Вот вы говорите, например, не думает о создании семьи. А вы о создании семьи, получается, думаете? Давайте тогда разберёмся, зачем вам семья. Понимаете ли вы, что такое семья? Понимаете ли вы назначение семьи? Отдаёте ли вы себе отсчёт в том, что это за институт такой семьи? Как он интегрирован в жизнь человека? Как он интегрирован в его, ну, в его сферу, так скажем? Именно, вот, именно в эмоциональную и потребностную, потребностную и психологическую сферу человека. Как он интегрирован? Понимаете ли вы это, например, для, опять же... для себя? Вот мне, эээ, мне, например, эээ, кажется, что, нет, допустим. Потому что, эээ, семья вам именно нужна. Как вот вы, эээ, говорите. Семья вам именно нужна. А семья не может быть нужной. Семья создаётся немножко по-другим, эээ... Крепичикам. Семья создаётся как готовность отдавать. Как, 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 эээ... Даже не потребность отдавать, вот, потребность отдавать неправильно, а именно готовность. То есть, эээ... Люди готовы, эээ... Объединиться. Эээ... Объединиться друг с другом. Для чего-то большего, чего-то лучшего. Да? Вот. Знаете? Какая история. Иии... Вот, собственно, эээ, на мой взгляд, эээ... Именно это и нужно, в первую очередь, выявлять. Вот. Так вы говорите, что, эээ, мужчины не думают о... о серьёзности. Вот. А о чём вы думаете вы? Чего хотите? Как, как ситуацию изменить хотите? Себя вы хотите изменить? Мужчину вы хотите изменить? Эээ... Может быть, хотите лучше, эээ... Там, ну, привлекать, например, их? Вот. Понимаете? Ну, непонятно всё. На самом деле. Вот. Поэтому, я думаю, что, эээ... Именно, вот... Эээ... Этих вопросов... Вам и, ну, не начать. Эээ... Начать работу над собой. Вот. Ну, и понятно, я надеюсь, что... Эээ... Вы, эээ... От... эээ... своего... эээ... Сценария не откажетесь. От своего восприятия мужчин. Так просто, вы не откажетесь. А значит, его нужно менять. А значит, это работа. И если вы готовы к работе, то вам нужно выбрать «Эксперта» и нажать с ним «Работать». Если нет, если вы просто вот думаете, что задали вопрос и всё, и ситуация изменится, ну, я полагаю, вы почитаете какие-то рекомендации, вот, и отсутствие ничего не изменится, соответственно, изменить что-либо можно только в ходе индивидуальной терапии, вот. А вы даже по факту запрос не сформулировали, вот. Я вас не обвиняю, я понимаю, что, может быть, вы не знаете о том, что это нужно сделать, вот. Но, тем не менее, я вас пока пытаюсь направить именно в эту руслу, да. То есть, есть ситуация, есть определённая цикличность в этой ситуации. В этой ситуации вам, вам что-то не нравится. И я допускаю, что вам, может быть, что-то не нравится. Вот. Это действительно так. Ну так вот, вы определите сначала, что именно не нравится вам. К чему у вас есть желание, что вам хочется менять, именно хочется менять что. Я не говорю о том, что надо менять, а именно хочется менять что. Если вы, например, хотите быть такой женщиной, какой вот вы хотите быть, да. Ну, хотите быть слабой и так далее. Ну, значит, будете такой женщиной. Этого не изменить тогда. Значит, будете работать над тем, чтобы эта слабость была более эффективна при взаимодействии с мужчинами. Если, например, хотите своё поведение изменить. То есть, своё, именно женское поведение своё изменить. И если, например, допустим, вам хотелось бы, ну, сам, ну, не альфонсов привлекать, да, а просто, просто мужчин. Это другое. Если вы, например, считаете, что у вас, ну, вот, неверное восприятие мужчин в целом, и себя в том числе. Это ещё один момент, который, в общем-то, также заслуживает того, чтобы о нём пообщаться и рассмотреть его более, ну, более приближённо. Понимаете? Ну, вот. То есть, разделите проблему, разделите её на составные части. Разделите её на отдельные элементы. Вот. Где ваша ответственность за это происходит? Где ответственность мужчин? Что ва, что находится в вашем, ну, контроле и ведении, а что находится в контроле и ведении, и ведении мужчин? Вот. И не ошибаетесь ли вы, вот, с этим, ну, с оценкой разделения ответственности. Понимаете? Вот так вот, я думаю, и нужно вам подходить к этой ситуации. И тогда, я думаю, у вас всё будет более-менее налаживаться. Со временем. Ну, опять же, именно со временем, потому что, сразу эффект вряд ли наступит. Вот. Ну, то есть, это, нужно время для этого. Вот. Оптимальный вариант, выбирайте психолога и работайте с ним. На нашем сайте хотя бы. Вот. Приняв во внимание всё то, что я сказал. Вот это обязательно потребуется. Чтобы не психолог за вас, а говорил, ну, вот, я думаю, что вам нужно работать с этим. Вы такая, о, ну, да, мне нужно работать с этим. А сами не хотите? И зачем? Какой тогда смысл? Какой тогда результат работа даст? Понимаете? Ну, вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.